Пока ее коллеги-парикмахеры делают модные стрижки, Елена Фортуна с ножницами в руках творит новогоднее волшебство. Вырезает снежинки, приклеивает декоративные элементы и размышляет, как украсить свое рабочее место. Как только появляется свободная минутка, мы начинаем клеить, вырезать, украшать, для того, чтобы поднять настроение нашим клиентам, поднять новогодний дух. Ну и самим приятно, весело, нарядно. Новогоднее настроение для своих посетителей здесь создают уже 13 лет. Именно столько работает парикмахерская. Мастера не только зал оформляют, но и фасад украшают. Это еще не конец, конечно. Мы еще планируем поставить елку живую, еще много чего планируем. Ну, где-то частично делали сами, где-то частично покупали, конечно. Игрушки новогодние там кто-то вырезает, где-то кто-то подклеивает. В общем, сами коллективом периодически что-то дополняем. То бывает, плакаты меняем, снеговика то бывает лепим, то еще, ну, из ниток его делаем. По-разному бывает. Сотрудники магазина парфюмерии «Свую сказку» уже создали тематическую зону в преддверии 2018 года. Они оформили в модном для года собаки сочетании, используя красно-желтые оттенки. Каждый год мы собираемся коллективом, обдумываем все детали, как это будет, из чего это будет. И вот мы придумали такой современный Новый год. Часы, игрушки, елки, звезда. Кстати, на создание этой новогодней красоты тратить значительную сумму не пришлось. По словам авторов композиции, для декорации использовали подручные материалы – картон, дерево, краску, фольгу и, конечно, фантазию. Директор наш, она лично наряжала елки, не спала три ночи, старались. Лично я, мы с ребенком дома посидели, порешали, подумали. Подключили дедушку. Дедушка нам соорудил такую звезду, обмотали гирлянду, собственно, вот. И каждый понемножку, по чуть-чуть постарался. Так и получилась наша витрина. Большой акцент здесь сделали и на световое оформление, ведь настроение должно быть позитивным круглосуточно, говорят создатели этой праздничной композиции. Иллюминацию использовали и авторы новогодней витрины одного из центральных магазинов областной столицы. Проект разрабатывала декоратор Анна Шепеленко. Она трудится в этом магазине уже 37 лет с самого открытия. Шутит, Новый год у нее в крови. Идеи праздничного оформления приходят к ней, даже когда на улице распускаются цветы и ярко светит солнце. Мы стараемся привлечь как можно побольше покупателей, порадовать детей. Все украшаем, наряжаем. Начинаем где-то с августа месяца все оформлять. Не то что оформлять, задумки разрабатываем, эскизы. Подготовка к Новому году и не заканчивается весь год, потому что где-то уже на Новый год видишь, что-то подсматриваешь, что-то себе хочется. И вот так вот, короче, весь год все равно оно в голове где-то варится. Как говорит Анна Петровна, организовать праздник и создать теплое новогоднее настроение ей помогает большая команда техники, слесари и электрики. Их общие усилия не раз приносили магазину победу в традиционном городском конкурсе на лучшее оформление витрины. Кстати, в этом году администрация Благовещенска новогоднюю традицию продолжает. Заявки на участие от организации еще принимаются. Победителей объявят 24 декабря. Ростислав Азизов, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.